А пути к профессии, карьере и просто любви к журналистике. Сегодня у нас в гостях директор информационного вещания холдинга АТК Медиа Ирина Буйновская. Это актуальное интервью. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно приветствовать в кресле гостя коллегу. Спасибо, что приняли наше приглашение. Ирина, я знаю, что вы с Ненецким округом вас связывают особые отношения. В марте вы отметили 20-летие своей карьеры, 20 лет вы в профессии. Расскажите, вы ведь начинали здесь, в Ненецком округе. Да, я, мало того, я родилась здесь. Это мой родной округ. И в этом году две даты юбилейных у меня. Они не очень большие, но для меня они важны. Это 30 лет, как я закончила школу. В этом году 30-летие окончания. И может быть мы еще соберемся с одноклассниками, я не знаю, собираемся каждые 5 лет. А второе, да, 6 марта было вот случайно увидела, случайно наткнулась, но, видимо, так как-то сошли звезды, что мне нужно было это увидеть. 6 марта была сделана первая запись именно работы в СМИ 1997 года. Редактор окружного радио. Именно так. Ирина, расскажите, какой тогда была журналистика? Это ведь было совершенно другое время. Это было совершенно другое время. Это было совершенно другое время. И, как я уже сказала, конечно, у нас не было ни интернета, ни мобильных телефонов, ни мобильной связи. У нас были только стационарные телефоны. Но я хочу сказать так, как они здесь пятизначные цифры. До сих пор, наверное, да, пятизначные, да? Вот. Настолько было много звонков, что я до сих пор некоторые, они в памяти, то есть можно называть там в администрации, наверное, что-то поменялось. Я могу, конечно, воспроизвести. Ну, пришла я в телерадиокомпанию «Заполярье», которую руководила Тазоя Александровна Агапова. И это мой первый педагог и человек, который дала мне путевку в жизнь. Ну и, конечно, я не могу вспомнить, я сейчас вспомню людей, которые приняли меня. Это мой был первый шаг. Галина Ивановна Зиненкова, Александр Александрович Кожевин, Туровский Виктор Константинович, Пеканина Анна Яковлевна, Ханзерова Ирина, Михина Лариса. Это вот такой коллектив, который работал на радио окружном. И я такая молоденькая девчонка пришла. А на первом этаже размещалось телевидение тогда. Радио, конечно, уже была история у радио какая была, да? А телевидение только-только начинали. Вот где-то вот они свеженькие были. И Зоя Александровна, да, это еще раз повторюсь, мой первый педагог, потому что у меня было образование учреждения русского языка и литературы. Какая журналистика? Я думала, что тогда искала себя в поиске. И вот я пришла мне, кто-то подсказал, что есть вакансии в телерадиокомпании, а не попробовать ли? И вот так я пришла. И оказалось, что пришла надолго. Наверное, уже, думаю, в профессию навсегда. Помню первые свои задания, первые опросы на улице. Сейчас журналисты, которые под моим началом работают, ну, журналисты, сложно сказать, корреспонденты, которые приходят, молоденькие, почему-то очень не любят опросы. А я всегда говорю, что на опросах так набиваешь руку. А здесь вообще было комфортно, потому что ты бежишь по Смедовича, и ты всех знаешь, и тебя все знают. И я не припомню, что как-то сильно пришлось уговаривать бы кого-либо. Руку набивали. А потом новости, конечно, я вела новости. Это утренние новости, вечерние. Утренние делались в записи. Сидели звукорежиссеры Антипина, Людмила, и Андреева Татьяна. Зоя Александровна была редактором. А мы в течение дня собирали эти новости, обрабатывали. Вот. А таксисты меня узнавали по голосу. В лицо никто не знал, а в машину садилась. Вот в лицо не знаю, а голос-то вот что-то знакомый, да. Ну, я, конечно, очень гордилась. Я с первых дней гордилась, потому что я буквально вот сейчас рассказывала знакомым всегда, окружное радио для меня было чем-то очень таким знаковым, великим. Мне казалось, что я пришла в такую структуру, очень серьезную. И на мне лежит большая ответственность. Я всегда об этом думала, прямо с первого дня. Это вот могу. Вы несете людям новости, конечно, ответственность. Ну и потом, мне кажется, любознательность, наблюдательность – это самые главные качества, которые должны быть. Как говорю, ты вышел из подъезда, ну где взять инфоповоды? Ты вышел из подъезда, говорю, а у тебя уже инфоповоды? У тебя сосули висят, да, уже у тебя инфоповод. У тебя крыльцо проломилось, как управляющая компания работает твоя, да. А еще ты вышел из дома и не помылся, потому что воды сегодня нет. Вот ты приехал в редакцию, у тебя уже три инфоповода. Пожалуйста, дерзай. Ну, информационная повестка не изменилась к этому времени. Я думаю, что она не изменилась, но я хочу сказать, что уже с опытом работы повторюсь, что новости – это сезонная вещь. Про 1 сентября мы говорим ежегодно, про ледоход мы говорим ежегодно, к 8 марта. Это все мы делаем по традиции. Я сейчас, конечно, на всех круглых столах, где нас собирают, и с вновь пришедшими журналистами, всегда говорю, что, вы понимаете, вы запомнитесь только эксклюзивом. Если мы едем на 180 лет Краеведческого музея Архангельской области, Архангельске, то я хочу прямо так глубоко, чтобы нас запустили, прямо настолько глубоко, где никто не был очень давно. Вот это будет интересно, да. Или пушку у нас сняли с морского музея в Архангельске. Ну, сняли, да, все журналисты про это рассказали. Я звоню директору Тени, этого Евгению Грижень, а ее же в нашем центре реставрационном, где-то вот ее это… Он говорит, да. Я говорю, так я хочу, как ее реставрируют. Она стояла 150 лет, была никому не нужна. Вот, наконец-то, ее реставрируют. И мы попадаем, две недели мы вели переговоры с директором центра, она очень сложный человек. И вот это опять, да, эксклюзив, что мы сняли, как ее реставрировали. А потом, когда ее поставили на место, опять сняли все. Ну, то есть я говорю, что интерес, он еще больше возрастает. Когда уже опыт есть, связи наработаны, да, когда ты знаешь всех руководителей, когда тебе только мысли у тебя приходят какие-то, да, что-то там ты придумываешь. И можно звонить, договариваться. Ну, и потом кредит доверия, конечно, да, принцип такой, чтобы делать так, чтобы потом не стыдно было позвонить. Ну, согласитесь, что найти эксклюзив какой-то, раскопать что-то, это действительно нужно очень сильно постараться. И порой новость может уже стать старостью, в каком мы будем жить. Ну, Ира, знаете, я вам что скажу? А ведь наша профессия — это образ жизни. И рука на пульсе. Сайты для меня, сайты — это всегда по диагонали. Теперь уже, да, я научилась по диагонали утром рано, перед рабочим днем, потому что повестку должна знать федеральные, местные сайты, региональные, и вечером так же. Но когда ты по диагонали читаешь, надо научиться читать между строк. Ну, мне кажется, что я научилась этому. А сейчас мне, конечно, хочется передавать ребятам это, рассказывать и примеры приводить. И главная моя фраза, когда у нас там задача стоит, «А ты принеси мне 10 инфоповодов». Несет, старается такой, нашел, принес, показывает. А я говорю, я все это знаю, и даже кое-что отработали. А ты удиви меня. Всегда говорю, удиви меня. Ирина, вот вы уже сказали, что новости, они сезонные. Каждый год случаются одни и те же события. Все циклично. Да. Как журналисту работать, когда происходит одно и то же? То есть нужно же как-то свежий взгляд какой-то, с какой-то другой стороны посмотреть на новости, показать ее зрителю. Как вот... Ну, это опять же, Ир, это же опять наблюдательность и уметь поймать и вытащить главное. Я записывала хрипушку, когда была на гонках в субботу на Бурандее, на Кубке, на гонках, на снегоходах Буран. Я записывала хрипушку для нашей телекомпании. И интершум, и они трансляции ваши кусочек взяли. У нас итоговая вчера аналитическая программа была. И вот с этого начали новости. Да, ну, конечно, всем интересно. И, конечно, для того, чтобы мне что-то говорить, мне нужно было подготовиться. Поэтому я, конечно, узнавала какие-то эксклюзивные вещи. Что нового? Всегда, каждый год происходит что-то новое. В каждой новости что-то появляется, меняется. Вот год прошел, поменялось время, где-то поменялись люди, где-то поменялись правила. Ну, традиции, конечно, не меняются. Но вот я думаю, что у нас у всех, у каждого свой взгляд. Поэтому надо это видеть. Но и опять же наблюдательность. Я говорю, поглубже, поглубже. Мне всегда любопытны детали. За кулиси. Мне всегда любопытно за кулиси. То есть куда-нибудь залезть, пролезть. Залезть, пролезть, да, 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 да. Это обязательно узнать какие-то. Я хотела бы вспомнить свою работу на окружном радио. Опять же вернуться, да. Я вспоминаю. Ну, так же мы делали новости. Поток, текучка, конвейер, я бы даже сказала. Ну, в 1997 году было подписание договора между Ухтой и городом Наринмар. И мы там работали. Приезжал Чернов Георгий Александрович, я думаю, небезвестный. Все, которому он умер в 2009 году, на 103 году жизни. Первый открыватель нефти, угля, известный геолог. И он приехал с молодой женой, но его моложе, на 50 лет. Она принципиально не давала никому интервью. И я поставила себе цель взять у нее интервью. И в архивах окружного радио это интервью есть. Как вам удалось? Я не знаю, я не знаю, но она дала мне очень большое интервью, развернутое. Мы с ней проговорили, а мы же написали как. Так, мы же писали, у нас были такие магитофончики, очень такие старомодные. На радио интервью записала, потом еще сетовали, что надо же было и на телевидение бы взять. И вот в архивах сохранилось. Другой вопрос, что там, насколько эти архивы как сохраняются. Но вот такие победы, я всегда говорю, что профессия складывается из таких побед. Они потихонечку, их на бусы одеваешь, одеваешь, одеваешь. И, конечно, это запоминается. И только сейчас я могу оценить, когда мне коллеги задают вопрос. Мы ведь не осознаем, что мы работаем в условиях Арктики. Не вы, не я. Я работала в условиях Арктики, да? Когда мы... Придешь на работу утром в короткой юбке на планерку к 9 утра, а тебе говорят, а через полчаса вертолет летит в Ому или в Харивер. Например, полчаса вам переодеться, Ирина, и всё, вы летите. Всё, это очень быстро, просто мгновенно. Несёшься на этой буханочке нашей домой, переодеваешься, ты понимаешь там... И никто не говорит, насколько ты летишь. Никогда. Насколько. А потом ещё узнаёшь, двойки через одну падали. А ведь двойка забита всегда, она летит в тундру под завязку. Везут брезент, продукты, населённый пункт. То есть используют по полной программе. И вот ты там с этим магитофончиком, значит, чего телевизионщики всегда хотели. Но говорят, телевизионщика места нет. Вот можно, значит, там... Как обычно. Да, да. Маленькую худенькую с этим взять, с магитофончиком. И я вспоминаю сейчас, мы были многостаночниками. Летишь в тундру, приехал в стойбище, и я понимаю, что должна привести для сельского хозяйства, для программы Пеканина Анны Яковлевны, да, для спорта, для молодёжной программы Света Шадрина делала, для национального вещания, а для национального вещания... Ну, для новостей это понятно, а для национального вещания, как я приспособилась делать? Вопросы задавала я по-русски, а отвечали мне по-ненецки. Я привозила, и потом вопросы подписывались на ненецком. То есть всем приехала с командировки, всем раздала всё. То есть на неделю материал есть. Мы, конечно, хватались из этого. Когда возможность полететь? Несь, Ома, Пёша, Амдерма, Варандей. Это я, конечно, всё облетала. Это я всё посмотрела. Сейчас, я не знаю, сказали мне, вот ты летишь на двойке через полчаса. Я не знаю, как бы я оперативно собралась. Тогда это было всё здорово, это всё вот... Это вспоминается... Да, и я говорю, что это как раз и были условия Арктики. Когда День оленя не 2 августа... Не плюс 28, а всего лишь плюс 10, а ночью может быть и ноль вполне, да, Ира? Вот это условия Арктики. И в вертолётах спали. И когда вертолёт на День оленя нас забыл в стойбище, мы ночевали. Ну, задачи были другие, торопились, проскочили мимо нас. Я тогда думаю, комфорта было поменьше, чем сейчас. Комфорта было, безусловно, поменьше. У меня есть фотографии, я сейчас их смотрю, когда одеты не по погоде, лётчики отдавали свои вот эти куртки. У меня фотографии с моего плеча куртки явно, да, вот эти лётчиков, чтобы теплее было. Ну и ледяной водой умываться. И мне задают вопрос, а как? Потому что федералы прилетали тоже ведь на День оленя? Летали ВИП-гости из Москвы, которые приезжали на эти праздники, летели с нами в вертолётах. И приезжали СМИ с большой земли, как я говорю, да. И я вот могла есть, допустим, сырое оленя мясо, когда только-только забили оленя, и макать в кровь. Вот Вячеслав Алексеевич в Учейске научил меня это делать, да. Вот, я могла это делать, а им было плохо, они давились своими консервами. Вот, или как чумработница, она как литы делает, и она прямо их на буржуйке жарит, без сковородки, без всего. А мы ждём, потому что так есть хочется. Они не могли даже смотреть на это. Вот говорят, да, отличается журналистика для людей с материка или для нас? Конечно, отличается. Мы, ну, может, не повезло, я просто родилась здесь. Не повезло, и это с детства, когда родители в тундру возили, когда мороженку баками собирали, грибы, и мы знали, что мы все зимы будем это есть. И, в общем-то, для меня это было, ну, нет, конечно, брать интервью это совсем новое, но учились, учились, учились. Мне кажется, что я, иногда мне кажется, что потом, конечно, много интересного за 15 лет в Архангельске, много. Событий, форумов, людей интереснейших, да. Но мне кажется, что школа, да, я сейчас говорю, что самую лучшую школу, самую первую я получила именно на Куршном Раде. Вот это такая хорошая путёвка в жизнь была. Ирина, а какое самое яркое, как самая яркая съёмка, может быть, самое яркое интервью вот здесь, в Министском округе? В Министском округе интервью самое яркое. Ну, самое яркое, наверное, вот я говорю, это победа Чернова, Люба. Если бы меня спросили какие-то яркие события, ведь, понимаете, ещё очень фотографическая память хорошая. Какие картинки всплывают, да, я говорю, картинки из глубинки, и они вот перед глазами как в фотографии мелькают. И я вспоминаю, шок у меня был, что вызвало шок, и память избирательная. Мы ведь потом со временем нам тяжело, всё плохое, муж у меня всегда говорит, научилась ненужное отсеивать. И помню только, а помнишь, говорит я так, говорю, нет, этого не помню. То есть мне, значит, это не нужно. А помню только самое важное, интересное, событийное для меня, для моего внутреннего мира. И шоковое состояние мы летим также на День оленя. Сморовоз Марина Юрьевна была начальником управления культуры. Шальков был, сельское хозяйство возглавлял. Мы летим, у нас опять такая очень большая делегация. И мы в восьмёрку, за нами садится восьмёрка, вертолёт Ми-8. Забрать нас, мы подсаживаемся к ней. Никто ничего не обещал, никто ничего не говорил. Мы поднимаемся на борт. А восьмёрка, она это не двойка, это же большой очень вертолёт. И он до потолка забит тушами оленей. Ну, в шкурах. Это туши неразделанные. Вот с открытыми глазами до потолка. Можете представить. Это вот, конечно, вот эта картинка на всю жизнь. И мне пришлось, меня подтолкнули, мне пришлось оползти, сесть туда, где глаза были до потолка. Не филейная часть, где бы там я сзади в окошко сидела, смотрела. И вот мы летели, ну, может быть, около двух часов, полтора часа. Вот эта вот эта картинка такая. А вторая яркая картинка, если сейчас на скидку вот так, да, это Амдерма. Это Амдерма. Мы летали так же. Была делегация, владыка. Я местный епископ был, и страшная Амдерма совершенно страшная в то время. Такая какая-то, я бы сказала, мёртвая, одинокая, никому не нужная. Это сейчас разговоры идут, да, очистка Арктики. Федеральная программа вывозят, и я знаю, что на реалит 6 уже эта программа работает. И сейчас накануне форума у нас гости, руководители национальных парков, в частности, Русская Арктика, говорят о том, что программа федеральная работа. Тогда, когда мы прилетели, и рядом там Варанды и Амдерма, когда мы это всё увидели. Представляете, когда это всё брошено, и люди уехали. И мы нас поселили в домик. Это такая гостиница, может быть, она, ну, может быть, самая приличная, что было тогда, куда нас могли поселить. И я понять не могла. Целые сутки на крыльце сидела бабушка. Ну, даже не пожилая женщина, бабушка. Целые сутки она сидела. И мы так, мы уезжали, приезжали, поездили, смотрели, снимали, фотографировали. Интервью брали какие-то. Я понять не могла, что у нас сидит. Сначала, думаю, там она гуляет. И вот нам улетать, нам улетать, нас торопят. Говорят, что погода не очень хорошая, надо улетать. Это я потом поняла, почему она там сидела. Мы выходим, я поворачиваюсь, вот руки эти я запомнила. Представляете, Ирина, вот столько времени прошло. Вот эти руки я помню, глаза я помню. И кадр такой. У меня хаотичная в голове мысль, а что, что я могу ей сказать, что я могу для неё сделать. Это мгновение просто, да. Я вспоминаю, что у меня в сумке, в моей, какой-то типа рюкзачок у меня был, пять яблок. Я их с Наринмара привезла, у меня были яблоки, я их не съела. И я понимаю, что, слава богу, что я их не съела. И я понимаю, что вот эти яблоки я могу видать. И вы понимаете, я возвращаюсь и вот достаю эти руки, и они у неё рассыпаются. И, конечно, вот столько времени прошло, и я хочу сказать, что вот такие моменты, они остаются, они нас воспитывают, они нас делают другими. И вот такие вещи, например, они со мной идут по жизни. Ирина, вот в поиске чего-то такого эдакого, в поиске эксклюзива, стимулирует конкуренция? Как вы сейчас конкуренция в Архангельске? Ну, конкуренция, я не говорю конкуренция. Я всегда в ГТРК по морю говорю, наши коллеги, мы очень... Лично у меня очень хорошие отношения. Мы ведь на одном поле работаем. Конечно, безусловно, я понимаю, что у них задачи другие. Есть у них плюсы, есть у нас плюсы. Я всегда говорю, нам легче, нам проще. А почему вы говорите, задачи другие? А, ну, им же рамки всё равно Москва ставит. А, рамки. Рамки всё равно есть. У нас таких рамок нет, я всегда говорю. Мы можем, у нас эфира побольше, мы можем гостя в студию пригласить. У них формат новостей выдерживается чётко, да? Мы можем оперативно. У нас вечером 25 минут эфира в 19.30. Днём случилось ЧП в городе. Оперативно, актуальный гость в студию. Мы можем себе это позволить? Можем. То есть, вот тут... А если мы работаем на одном поле, и... Вы знаете, случаются, конечно, разные случаи. Вот Дервиш был, 75 лет Дервишу было. Прилетала принцесса Анна. Было очень много именитых гостей. И был Иванов правительства. И так получилось, что город был перекрыт, и все съёмочные группы опоздали. Предусмотрительно аккредитовала на эту съёмку другую группу. И только они смогли. ФСОшники их запустили, закрыли дверь в Кровический музей, и всё. Весь пул остался на улице. То есть, уже опрещено было входить. И вы представляете, что случилось с моим телефоном через 10 минут? Представляю. Можете представить, да? Стационарный, мобильный, меня искали по другим, потому что здесь было занято. Со всеми мы поделились картинкой. Коллегам, конечно, говорю, безусловно. Это просто ситуация, мы работаем все на одном поле. И мне не жалко никогда дать материал. Никогда. Соблюдаем условия, что давайте так, мы выдадим, следующий выпуск берёте вы. Это эксклюзив совсем. То есть, мы, конечно, договариваемся, но стараемся это делать. Ирина, большой ваш штат? Штат у нас, наверное, сейчас человек 30 работает. Человек 30, у нас очень много проектов. Мы на ТВ-центре, у нас региональные вставки, новостейные. Круглосуточный телеканал, правда, Севера поездок, вот ваш. Теперь мы выиграли конкурс на 21-ю кнопку. В Северодвинском боролись в феврале месяце. Теперь будет канал, он есть круглосуточный. Теперь задача наполняемости. Ну и то, что нас будут в области смотреть. Это, конечно, наша победа. Нас будут смотреть в области. Соответственно, мы наращиваем теперь темпы. У нас появились новые проекты, они только-только появились. Какие-то спортивные. Мы стали днем выходить с новостями. Делаем 10 минутки оригинальные новости. Там 7, в 12, в 16. И каждый час повтор. Это вот то, что мы сейчас запустили. И планируется часовой эфир вечерний. Также гости в студии, разговор по душам, может быть, на актуальные темы о жизни и так далее. Я думаю, что растем, шагаем вперед. Хочется, хочется еще чего-то нового, больше, больше, больше. И хочется отдавать больше. То, что накопилось, знаете, как такая копилочка накопилась, хочется делиться. Я энергии много отдаю. Тяжело стало восстанавливаться, признаюсь. Восстановление идет медленнее и тяжелее. Но стараюсь посещать мероприятия все такие, которые после работы, в субботу, в воскресенье. Потому что оттуда еще вроде как пришли на выставку, да, посмотрели. Вот выставка Лики России открылась, выставка. И Лишилов приехал. А поговорил с тем, с тем, с тем, в блокноте к сумочке всегда. Там что-то зафиксировал, там что-то зафиксировал. Людям кажется, что это не новость. А для меня, конечно, я и пошла копать, копать, копать. То есть вы полностью в профессии. Вы и на работе себя отдаете, и еще и в нерабочем времени. Первое время. Но вот часто спрашивают про семью. Во-первых, муж мой, он ведь тоже в этой профессии был. Он был первый, у него корочка есть, вот такое, значит, удостоверение. Он был взят первым сотрудником на телевидении. У него удостоверение номер один. Я вот все с ним говорю. Может быть, музей краеведческий местный отдадим, подарим. Будет история телевидения создаваться. Он был оператором. Вот. И понимание. Мы говорим на одном языке. Я говорю, мне очень повезло. Если он говорит, так, ты будешь меня пытать своими новостями. Вечером, да, включаем. Хоть и он говорит, а потом начинаем обсуждать, все равно, ты же уже в крови. И так, он говорит, что сегодня и свет-то как-то вы не очень поставили. И как-то тут вот, да, и что-то суфлерчик-то походу слетел. Да, и что-то вот тут и бликует, и что-то визажист плохо поработал. Здесь вот надо было так. И раз обсудили, и поговорили. Это, конечно, в одной профессии это очень помогает. Взгляд со стороны. Это, да, и свежий взгляд, профессиональный его взгляд, опытный. Помогает, советуюсь, разговариваем, обсуждаем. На одном языке говорим. Ну, и понимание главное. Ведь, как я говорю, что «Космонавта-120», когда взорвалось 15 лет назад, ведь я три дня на работе была, трое суток. То есть мы не выходили из редакции. В три ночи, в 3.15 это все произошло. А в 3.40 я не могла вызвать такси, выехать на работу. Я не могла просто, потому что весь город уже все, сирены носились. И мы еще не понимали, что происходит, потому что в лентах ничего еще не было. И все, как я зашла в редакцию на 13 этаж. И муж привозил пиццу на всех, и попить. И вот мы сидели, потому что мы с федеральными каналами были на связи, скидывали материал постоянно. Но вот я говорю, это вот, конечно, такие-то яркие. Ну, с болью связаны, конечно. Мы пропускаем это через себя, но мудреем, учимся. Ирина, а вы согласны с тем, что вот в этой профессии нужна полная самоотдача, что невозможно на полноги? Да, я убеждена в этом. Я убеждена. Если ты пришел на полноги, ничего не получится. Я говорю всегда, что стала психологом. Текучка ведь приходит молодежь, ищут себя. Да, приходят, приходят. Я даже поговорив два-три дня, пообщавшись, а я сразу приклеиваю к какой-нибудь съемочной группе и говорю, вот ты едешь и пишешь свой вариант. И мы читаем, смотрим, редактор главный читает, мы читаем, смотрим, да, что увидел. То есть все праздные материалы были. И уже, ну, практически, Ирина, всегда понятно, вот будет из этого человека что-то или нет. На третий день я уже вижу. И со временем мне жалко сил тратить. Я вижу, что… Я разговариваю просто. Я говорю, что не получится. Надо очень погрузиться. Надо очень погрузиться, не жалеть себя, не жалеть времени, сил, не считать там. А вот у меня я там деньги на мобильном проговорил. Нет, это ты либо заболеваешь, как я говорю, либо ты укололся этой профессией, подсел на нее, либо не подсел. Это как наркотик, образ жизни. По-другому я уже не могу. Я все оцениваю как инфоповоды. Ну, все вокруг я оцениваю. Семерить, да. И говорить, наверное, по-новостейному, да? Вам никогда не говорят родственники? Что ты говоришь новостями? Знаете, как говорят сотрудники? Они вот идут с работы, и где-то что-то протекло, в восемь вечера возвращаются, или где-то видят там, может быть, пара идет, и говорят, только давай не будем звонить Буиновской. Пожалуйста, не звоните Буиновской. Сейчас наш вечер закончится. Вот, потому что, да, и тысячники рвутся, сети слабые, плохие, люди работают. Вот сейчас опять тысячник был, ну, авария произошла. И давали информацию постоянно, подвоз воды, и сетывали, и жаловались, мне люди и говорили. Вы понимаете, когда в профессии, когда тебе звонит пресс-секретарь, с которым ты уже дружишь, уже даже дружишь с семьями, да, со многими из профессии, вот с кем ты связываешься по работе, это уже дружишь с семьями. Это и главврачи есть какие-то, да, и руководители учреждений, и не мешаешь работу с личной жизнью. То есть на выходные можем на шашлыки ехать и общаться, и не обсуждать работу совершенно. Ну, я, конечно, могу там зацепить, если что-то я услышала, интересно, но так только галочку сделать. А потом уже в понедельник, я не забуду этого, я обязательно позвоню. Вот, и я хочу сказать, что всегда убеждаю обывателя, я говорю, а вы фото посмотрите, вот когда люди вот в этой жиже стояли, когда меняли этот кусок трубы, врезали ночью, понимали, что три округа, в Архангельский, Ломоносовский, Октябрьский, Ломоносоломбальский были без воды вообще почти трое суток. Я говорю, а вот эти вот мужики стоят, вы в фото просто посмотрите, когда ты варишься в этом, то есть не берешься осуждать никого. Это тоже, мне кажется, важно. Ну и говорят, вот как позитивное отношение к жизни. Прощать, забывать, любить всех. Мы же для людей работаем, значит, мы должны их любить. Ирина, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. И желаю вам, наверное, творческих побед, успехов в дальнейшем и, наверное, каких-то эксклюзивов. Новых тем. Новых тем, новых людей. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Это было актуальное интервью. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова